Всем привет, друзья! Сегодня я хочу вам рассказать о коляске от компании Изи Уолкер. Модельку, которую сегодня мы с вами будем рассматривать, называется Милли 2. И, чтобы вы понимали, я, например, своих детей откатал в компактах от Изи Уолкера. И не просто так, друзья. Это очень классные колясочки. И далеко не все родители так жестко эксплуатируют коляски, как это делали мы, когда еще ими пользовались у нас и горы, и пески, и холод, и зной, как говорится, жаркий. Поэтому у нас они проходили очень жесткий такой уровень эксплуатации былых колясочек. И я люблю эти коляски. Они заслужили, скажем так, в моем личном рейтинге одно из первых мест по надежности, по функционалу, по комфорту для ребенка. В принципе, мне в них все нравится. Такой проверенный бренд, скажем так. Поэтому я и всегда их рекомендую. Изи Уолкер – это Нидерланды, друзья. Гарантию производитель дает 1 год вес этой коляски. Он не самый легкий, но по 7,3 кг, в принципе, окей, можно ездить, ничего такого страшного нет. Наклон сидения здесь регулируется 125-175 градусов. Очень хорошее лежачее место. 125, в принципе, тоже норм. С полугода можно эксплуатировать колясочку до 4-5 лет. Но я считаю, в 4 года коляски ездить, ну, такое себе. Мы в 2 года, например, уже убирали коляски, потому что, ну, ребенок должен ходить сам. А брали коляску с собой только на какие-то долгие прогулки, потому что ребенок рано или поздно он устанет, а на руках нести, ну, такое. И вот только такие моменты она у нас была с собой. И 45 см здесь колесная база ширина, то есть вы везде спокойно поместитесь. Так, что касается комплекта, друзья, здесь сумка, чехол транспортировочная входит в комплект. И дождевик, ну, и плечевой ремешочек для транспортировки. Ну, это к сумке можно отнести. Вот, единственное, что бы я докупил, какой-нибудь классный универсальный стаканчик. Все-таки в большей степени она летом эксплуатируется. И подстаканчик универсальный здесь бы был очень даже кстати. Начнем с вами изучать сверху вниз. Начнем с ручки. Ручка, она здесь не регулируется ни по наклону, ни по вылету никак. 186 мой рост. Смотрите, здесь, в принципе, ну, мне почти все ручки нормально. Но, кстати, подробную информацию о расстоянии от ручки до пола внизу в описании вы увидите. Там все цифры детальные есть. По ссылке на ферстбаге пройдете, там все доскональные данные есть. Вот. Вот, козырек, он состоит из трех секций. Вот эта секция сейчас уже активирована, скажем так. Она раскрыта. Сверху она здесь закрыта, а по бокам здесь есть вот такие вот сеточки. И, ну, такая своего рода и вентиляция дополнительная в жаркое время. Плюс сам козырек, я лично считаю, что он более чем достаточный, чтобы ребенка там голову не напекло, солнце в глаза не светило, все хорошо. И чтобы я подметил, очень благородный и дорогой ход этого козырька. Механизм максимально хорошо настроен. Приятно регулируется козырек. Что касается сиденья, давайте на сиденье посмотрим. Здесь у нас спиночка. Спиночка, что мне нравится, она очень высокая, она мягкая. Естественно, пятиточный ремни с очень мягкими накладками, прям мягенькие. Паховая зона тоже с мягкой накладкой. Естественно, ремешки можно отрегулировать по высоте. Ну, это само собой разумеющиеся вещи, но я про них все равно вам говорю. В общем, широкое место, высокая спинка, глубокая сидушка. Регулируется у нас подножечка в двух положениях. Хорошая ступенька для ребеночка. Есть все нормально. Что касается еще безопасности, у нас здесь установлен бампер. Вот, он откидывается у нас в стороночку. К недостатку бы я отнес то, что его нельзя сразу вот так вот повернуть, чтобы он не мешал. Сажать ребенка нужно вот как-то вот таким образом. Но, в принципе, это мелочь. Можно с этим жить. Но хотелось бы, чтобы он откидывался, конечно. И вниз тоже. Вот, что касается сиденья, с вами посмотрели. Что касается тканей, давайте теперь поговорим. У Изи Уолкер. В разных моделях все-таки ткани, они отличаются. Они не везде, во всех колясках делают одну и ту же ткань. Но здесь ткань достаточно толкая, толстая. И по ней видно, что она очень износостойкая. Ее тяжело поцарапать, повредить. Такая долгоиграющая. Такие ткани, как показывает многолетний опыт продаж таких колясок, она долго не теряет товарный вид. И ее потом продать легче. Что касается сиденья, разобрались с вами. Что касается регулировки спинки, давайте теперь посмотрим. Здесь это реализовано с помощью ремешка. Вот так это выглядит. Тут у нас есть такое вот отверстие с липучкой. Если хотим проветрить, что нам нужно. Просто берем. Замочки открываем. И вот таким образом поднимаем. Здесь магниты. И это все хорошо держится. Не нужно подкручивать. На резинках подхватывать. Пожалуйста, себе проветривайте. Все хорошо. Ребеночку в жаркое время будет очень даже актуально. Не нужно. Закрываем. И все. И ребенку здесь получается не поддувать ничего. Так, что касается шасси. Давайте теперь с вами посмотрим на раму, что из себя представляет вся эта конструкция. Так, что у нас здесь снизу? Поднять, чтобы спинку. Просто тянем за ремешок. И это все спокойно регулируется. Многие жалуются на систему ремешков. Но, как по мне, это удобная система. И очень быстро все регулируется. Чего люди недовольны, я не совсем понимаю. Что касается, друзья, непосредственно рамы. То, что у Изи Волкер практически эталонная сборка. И я это говорил в каждом обзоре. И это не исключение. Собрана коляска идеальна. Подгонка всех элементов максимально плотная. Вот. В общем, придраться к качеству исполнения я не могу вообще ни в одном месте. Честно, я не знаю. Колеса здесь, естественно, не надувные. Просто полиуретановые. С амортизацией. Вот. Передние колеса у нас с возможностью блокировки. Естественно, само собой. Вот. И тормоз у нас всегда подошвой. Это очень удобно, что мы не портим, не корябаем свои обувь. Все хорошо. Из плюсов хороший доступ в багажник. Багажник большой, вместительный. Хорошо здесь плотно зафиксирован. Не на малюсеньких веревочках висит. И, в принципе, достаточно много туда можно погрузить. Так что основание здесь вполне себе добротное. Так. А теперь давайте посмотрим, как она складывается. Потому что она создана для путешествий, друзья. Здесь у нас на ручке есть кнопочка маленькая. Большим пальцем на нее нажимаем. И потом за основную, большую. И толкаем ее вперед. Такие колясочки всегда ломаются на три части. Вот таким образом это выглядит. Потом вот это вот все торчит. В предыдущей версии здесь была такая жесткая какая-то конструкция, под которую нужно было подсовывать вот эту вот всю часть. Сейчас они пошли другим путем. Мы берем просто и вот этой липучкой подхватываем. И все. Она очень компактная. В путешествии брать ее просто идеально. Она может вот так стоять. И все. Чтобы ее непосредственно разобрать. Убираем фиксатор. И поднимаем вверх. Так. По большому счету, друзья, все, что хотел я вам рассказать в обзоре, я все рассказал, всю информацию донес. Еще раз скажу. Мне очень нравится этот бренд. У них и два в одном отличные. И прогулочки у них просто практически эталонные. Вот. Я не могу их не рекомендовать. Обязательно посмотрите такие колясочки. Сейчас еще и акция идет. Она прям ну очень недорого стоит для такого бренда. Вот. Поэтому First Buggy снизу ссылка на него есть. Вы можете заказать две коляски. Вам привезут этот бренд. Еще какой-нибудь бренд. Посмотрите. Одну выберите. А другую просто курьеру везет. Вот такой на выбор вариант. Чтобы вы к нам в магазин. Если не получается приехать, вам привезут. Но лучше приезжайте. Выбор большой. Много чего покажем. Расскажем, друзья. Так что вопросы оставить. Комментарии открыты. Пишите. Пообщаемся там. И удачи вам на дорогах. До свидания. До свидания.